Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! В нашей прошлой программе, я сразу с места в карьер, мы начали с вами говорить о том, о чем мы не стали называть это медицинскими терминами. Но, по сути, мы подобрались к разговору об анорексии или о недостатке веса. Продолжим в сегодняшней программе эту тему? Ну, давайте попробуем продолжить. Основная мысль, которую я пытался в прошлый раз сформулировать, и сегодня мы ее можем в начало передачи положить, она о том, что помимо вот этой физиологической проблемы, недостатка веса, которая тянет за собой, безусловно, другие проблемы, ну, нарушение физиологических функций, да и вообще люди начинают выглядеть для других достаточно пугающе, да, там скулы выступают, руки, ноги становятся тонкие. Для самих людей... Ну, конечно, потому что сразу какая-то ассоциация с неблагополучием и с тяжелыми временами. Вот. А для самих людей у них искажается восприятие, для самих людей они выглядят по-другому. Так вот, основная мысль, которую я в прошлый раз, не знаю, насколько удачно пытался положить под этот текст, и вот вынести сейчас в начало, да, что... И опыт это показывает, что часто, или, по крайней мере, тот случай, о котором я говорил, вот вспоминая, да, начиная этот разговор, за вопросами веса, за вопросами... За вопросами веса стоят вопросы привлекательности. За вопросами привлекательности стоит кто-то другой, для кого нужно быть привлекательным. Вопросы отношений или вопросы влюбленности какой-то? Вопросы отношений. При этом оговорюсь сразу, это интересно, что когда я общаюсь с взрослыми девушками или женщинами, в прошлый раз, напомню, речь шла о подростке, то когда, так или иначе, мы доходим до вопросов привлекательности, они частенько звучат таким образом. Да не для кого, для себя. То есть, я хочу быть... Я хочу нравиться себе. То есть, тут несколько моментов. Есть отрицание заинтересованности в других, то есть, мне другие не интересны, да, я интересна сама себе, как будто бы... Нет, я не интересна сама себе, я хочу быть интересна сама себе, я хочу нравиться самой себе, да. То есть, зачем вы это делаете? Зачем вы боретесь за килограмм? Я хочу нравиться себе. И в определенном смысле, то самое отрицание, о котором вы сказали, оно здесь есть. Я отрицаю таким образом важность мнения других людей по поводу моей внешности, хотя бы таким образом снижая собственную тревогу. Ну, то есть, мне не нужны мнения других людей. Хотя, если подробнее говорить о начале возникновения таких переживаний, о какой-то подоплеке, о фоне таких действий, то другие люди там присутствуют. Вот это вот желание выместить других людей за пределы переживаний, оно тоже достаточно характерно. И часть терапевтической стратегии, скажем так, связана с тем, чтобы в поле переживаний вернуть этих других людей, найти. Они там есть, да. То есть, я хочу понравиться, я хочу быть принятым, принятой другими людьми. Почему через вес, ну, там отдельное, или там через внешность, это отдельная история. Ну, если речь идет о девушках, то я вспоминаю периодически фразу, которую мне сказала такая была замечательный психиатр Светлана Наумовна Либерман. Она была заведующим первого отделения, отделения неврозов. Ну, может быть, кто-то помнит. Я уверен, что кто-то помнит. Да, в Самаре, в психиатрической больнице, отделение неврозов, это отделение, в котором находились люди, ну, вот есть большая психиатрия, все другие отделения были для большой психиатрии. Ну, для истинно сумасшедших, назовем это так. И было малое отделение, то есть одно отделение для малой психиатрии, где вот находились люди с диагнозами, которых сейчас не услышишь, потому что такой категории тоже нет, диагнозами неврозов. Поэтому оно называлось отделение неврозов. То есть это те самые условно здоровые люди, невротики, которые вот в силу каких-то обстоятельств оказались в кризисе? Это те самые люди, которые находятся, если мы какую-то картинку или геометрию расстройств рисуем, то это те самые люди, которые находятся рядом с условно здоровыми. Ближе всего к ним. Да, и которые очень часто туда-сюда в эту группу помещаются. Так вот, Светлана Наумовна сказала мне замечательную, на мой взгляд, поделилась замечательной идеей. Я каждый раз в таких случаях ее вспоминаю, и идею, и Светлана Наумовна. Она мне сказала о том, что у меня была пациентка, когда я был молодым врачом, как раз с дефицитом веса. И мне не очень было понятно, ну, я с ней разговаривал, психотерапевты – это врачи, которые разговаривают со своими пациентами, и иногда достаточно долго, пытаясь, мы с вами об этом, собственно, передачу и делаем, да, разговаривать долго для чего? Для того, чтобы, ну, понять внутренний мир человека, понять, как этот мир устроен, понять, почувствовать, что чувствует человек в этом внутреннем мире, и почему он совершает те или иные действия, или принимает те или иные решения, иногда болезненные для него, ну, например, как снижать вес категорически, да? Потому что просто ему сказать, слушай, ты умрешь, если будешь дальше так действовать, или… То есть это очевидно, но это не работает. Ну, это как с куревом, как с алкоголем, я бы не сводил одно к другому, но, в принципе, это все такие вопросы зависимости от табака, алкоголя и питания, такие аддиктивные расстройства, ну, которые очень часто в одну категорию помещают, но все-таки, да, я понимаю, но мне нужно, да, или нет, это мне не повредит. В общем, там целая система, там, я имею в виду, в этом разговоре с людьми возникает целая система, как психологи сказали бы, защит, способов эту реальность понимать так, чтобы, ну, ее продолжать создавать. И вот в этих длинных разговорах я пытался понять, то есть мне казалось, что мне не хватает какого-то элемента для понимания, зачем же молодая женщина это делает. И Светлана Наумовна сказала замечательную вещь с высоты своего опыта. Вы так долго интригуете, Алексей, я уже жду, когда вы наконец-то произнесете. Она сказала, я интригую, но вещь простая, но не сразу приходящая в голову, она сказала, что почти за каждой такой ситуацией стоит, ну, сейчас бы я сказал, история, романтическая история, неудавшаяся. То есть разбитое сердце. Ну, да, по-разному об этом сейчас поэтически и не поэтически говорят, несчастная, неразделенная любовь и так далее. Или это даже, может быть, любовью не назовешь. Это вот какой-то такой контакт в случае той пациентки, естественно, я искажаю, это профессиональная такая особенность, искажать вещи и не давать дословно. Она сказала, что вот там некоторое время назад моя пациентка, когда я уже целенаправленно пришел спросить, она сказала, что у нее была романтическая связь. И вот один из ее, ну, не один, а вот этот парень, он ее приобнял и где-то там за бочок ущипнул и сказал, ну, что-то такое, ты похожа на... Причем, как будто, когда она это передавала, он сказал это, ну, даже больше с одобрением или с, ну, каким-то приятием, да, приятно ему было. Но для нее это, эти слова просто впечатались. То есть они стали, по крайней мере, на сознательном уровне, такой отправной точкой для того, чтобы не быть, я не помню, пышечкой или булочкой или еще чего-то. Что-то было в этом очень, видимо, отталкивающее, да, и вот это было той станцией, с которой вот этот поезд ее в похудание отправился. И вот я намеренно сейчас помню и избегаю всех историй с генетическими вещами, какими-то эндокринологическими, гормональными. Там много всего, потому что люди, которые вот такие планы перед собой ставят, они очень часто, и обычно так это и есть, проходят целый, как это сказать, целую палитру исследований. То есть специалисты пытаются определить, с чем это связано, да, это с психическим расстройством, с заболеванием каким-то, это с психическим расстройством, которое вот из большой психиатрии вдруг возникло, да, или это вот та самая рядом с условно здоровыми, о которых мы с вами говорили, да. Это связано с неполадками в работе эндокринной системы, и тогда эндокринолог есть, и, значит, гормональный фон. Это еще какие-то, может быть, вещи, да, там вплоть до гельминтозов, условно говоря, да, чего-то у человека там в кишечнике появилось, да, и он вот ест и худеет. То есть приходится исключать массу вещей, и иногда вот психиатры, психологи, психотерапевты являются одними из последних станций движения этого поезда, да, до этого они прошли. Алексей, вот вы привели примеры и обозначили эту связь с несчастной любовью, там, или какими-то неудавшимися отношениями, и это связано с какой-то утратой. То есть это вот лишать себя веса, это вот такой способ справляться с горем, с утратой, или там что, там, прозлость, вот что питает вот этот выбор именно пойти таким путем? Это очень хороший вопрос, и на него нет ответа. Нет ответа, я имею в виду однозначного. Вот в то время, пока вы мне задавали этот вопрос, ну, потому что ответов много. И специалисты, которые со своими пациентами разговаривают, они слышат массу историй, по крайней мере, да, являются ли эти истории ответами, тут можно спорить до посинения ответами, в том смысле, что на этих историях базируется поведение. Иногда истории возникают попутно с поведением, но ведь человек как-то должен себе объяснять то, что с ним происходит, да, и он иногда придумывает. И вот являются ли истории такими, как это сказать, нарративными новообразованиями. Ну, то есть человек в силу каких-то биологических причин начал худеть и начал это себе как-то объяснять, и эти объяснения он выдает специалисту, и они по большому счету не сильно влияют на похудение, пока какой-то основной фактор не будет выявлен. Ну, например, сбой в работе гормональной системы, да. Или действительно там есть целая такая выстроенная какая-то концепция. Она не всегда осознаваемая. Осознаваемая, кстати, она как раз обычно, поскольку речь идет о теле, и как психологи, опять же, говорят, иногда отыгрывание на теле, да, то есть как другой бы может быть человек, как другая девушка могла бы распорядиться этой ситуацией, да, она бы сказала, слушай, тебе вообще нравится моя, я кажусь тебе полный или нет. Ну, то есть это ситуация вербального такого прохода, прояснения, да, где можно было бы, наверное, для себя вот этот тревожащий момент прояснить. Ну, то есть не из своих каких-то внутренних процессов придумывать объяснение, то, что я делаю там, да, или почему я поступаю так, а не иначе, а именно выстроить коммуникацию и вот отразиться, как в зеркале в другом человеке, услышав от него мнение. В общем, да, в этом смысле, конечно, мы можем сказать, что тело становится тела обоих людей, но в данном случае мы сейчас говорим о девушке, да, ну, если мы говорим о похудании, ведь мы общаемся не только языками, да, мы общаемся в том числе и телами. Я представляю, что эта девушка приносит, возьмем в кавычки, какая-то девушка, какая-то женщина приносит или носит свое изменившееся тело по форме изменившееся, да, ну, своим партнером или своим возможным партнером, там, тем мужчинам, которые ей нравятся, да. Она же что-то этим говорит и, возможно, не напрямую, а глядя в глаза, ну, то есть пытаясь увидеть обратную реакцию, да, пытаясь угадать. В этом смысле это очень сложная ситуация, когда она не, ну, не словесная. Это то, о чем мы тоже с вами периодически говорим, что мы, нам стоит помнить, что мы общаемся не только словами, и очень часто не словами, а чем-то другим, да, в том числе вот такими длинными проектами, да, изменением, трансформацией тела. Мужчины ведь тоже тело трансформируют, да, они вот ходят, мы ходим в зал, да, для чего? Для того, чтобы как-то выглядеть, для того, чтобы поднять больший вес. Ну, там масса каких-то вопросов может быть, на которые, кстати, не обязательно, ну, нужно себе отвечать. Не будешь же ходить по залу и задавать вопросы всем, кто тягает железки, а зачем вы это делаете, да? Ну, кому это нужно? Алексей, я немножко хочу заглянуть к вам в кабинет. Что помогает, прояснение каких, там, не знаю, ключевых вопросов или поиск новых объяснений помогает, вот, раз уж мы говорим о девушках, выходить из этой ситуации, то есть начать питаться, начать набирать вес? Ну, если ситуация критическая, мы тоже о ней много не будем говорить, потому что это в большей степени не про психотерапию, а может быть про психиатрию или реанимацию. В прошлой программе обозначали, да. Или реанимацию даже, да, где эти люди, ну, на искусственном питании находятся, да, как-то их там кормят через зонт, потому что они уже там сами не могут, да, или их кормят в кавычках, да, через… Ну, и в этот момент, соответственно, никакая психотерапия не ведется, потому что в условиях стационара… Не знаю, я не знаю, я не присутствовал, но я надеюсь, или я полагаю, что может быть где-то, ну, не во время по системе с питательными веществами, а где-то после вполне возможны такие разговоры, разъясняющие, да. Вот, если мы говорим о психотерапии, то разговорном жанре, то как раз попытка тела положить на слова, то есть попытка, многократная попытка, запланированное, систематическое перекладывание желания похудеть на слова, да, в разговоре, да, со специалистом. Это вот одна из стратегий. То есть, когда девушка пытается раз за разом объяснить свои мотивы, зачем она это делает? Елен, тут многое зависит от того, какой специалист работает, в какой парадигме. Мы об этом тоже не должны забывать, потому что если специалист… У нас так традиционно, я тоже напоминаю, по-прежнему, по крайней мере, есть когнитивно-поведенческое, да, где может быть какие-то схемы, какие-то предложенные, значит… Ну, там инструментарий, да, то есть… Какая-то некая рецептура, да, как это можно было бы сделать. Есть экзистенциальная психотерапия, где действительно вопросы смыслов поднимаются, вопросы зачем, почему, как, вопросы контакта, да, если мы говорим о такой веточке экзистенциальной, как гештальтерапия. Если это психоаналитическая, там, психодинамическая терапия, то там свои какие-то вещи, да, то есть эти разговоры будут по-разному структурированы, но мы все-таки, я сейчас от специалистов говорю, так как гудно, может быть, обычно преследуем, естественно, одну цель – помочь пациенту, какой это будет инструментарий, это будет по-разному. Я еще одну прям коротко хотел вещь сказать, когда вы говорили об утрате, о переживаниях утраты, ведь тут действительно очень интересно может быть, иногда, ну, вот мне такая мысль ассоциативно влетела в голову, я решил ей поделиться. Это вполне может быть, вот это принятое решение избавиться от веса, это может быть принятое решение избавиться от чего-то другого, то есть это может быть принятое решение, лучше я таким образом избавлюсь от веса, от зависимости, от симпатии, потому что, может быть, это фантазия. Вы спросили, куда это может направиться? Вот пациент может примерно так фантазировать, да, или там специалист может вместе с ним так фантазировать. Вот, может быть, это был слишком быстрый контакт и слишком большое возбуждение, и для того, чтобы от него избавиться, от испугавшего возбуждения, можно принять и такое решение, да, справиться с этим. То есть не быть желанным, не быть вот таким образом обнятым, да, то есть бороться в себе с чем-то, что таким образом привлекло молодого человека, да, привлекло тело. Там масса всяких вот неочевидных на первый взгляд разворотов может быть, и это не выдумка, потому что, ну, интересно, в психическом аппарате, мы тоже с вами об этом как-то говорили, не всегда есть прямолинейные решения, ну, типа... Причем объяснение всегда как будто бы прямолинейное, да, когда мы своему непонятному, даже иногда немного сумасшедшему поведению ищем объяснение, и мы всегда его находим. Оно как будто бы вот очевидно для нас, и оно такое достаточно прямолинейное. А если копнуть... Да, да, то есть я резюмировать хотел свою мысль. То есть это не обязательно несчастная любовь, это может быть первые ростки слишком хорошей или счастливой любви, которая тоже пугает. Я думаю, что... Какая-то зависимость от другого человека? Зависимость, возникшее желание свое или встречное. В общем, масса каких-то вопросов. Вопросы сексуальности тогда, наверное, да? То есть... И основа для этого была еще гораздо раньше заложена в родительской семье, там, да, смотря как ребенка воспитывали. И чтобы, может быть, было понятно, о чем мы говорим, о чем я говорю, я так тоже коротко перекину мостик вот к замечательному фильму «Сталкер». Вот идут люди в комнату, в зоне, да, и «Сталкер» их ведет, двух героев. Я про фильм Тарковского сейчас, да. И это вожделенная комната, которая исполняет желание и в которую главный герой не входит. По разным причинам. Здесь можно выдвигать разные версии, почему они не входят, да. Вожделенной комнатой может быть контакт двух людей. Да, вот человек организует свою жизнь для того, чтобы с кем-то проконтактировать. И как только к этой комнате контакта, к этому моменту, да, или этому случаю подходит, что-то там внутри такое срабатывает, не всегда понятное для самого человека. И вот я уже об этом говорил, что иногда задача специалиста попробовать вместе с человеком, если у него есть желание как-то в этом разобраться. Что-то такое срабатывает, что человек отказывается от желаемого, от того, что он вроде бы называл счастьем, да. Но это иногда похоже на некоторый побег невесты из-под венца. Причем внятных или отказ человека от должности, которую он много лет хотел, мечтал, вынашивал, да. И вот его вызывают, говорят, Иван Иванович, мы тебе предлагаем. И он такой, не, что вы. И вокруг этого и много литературных произведений, много версий. Это тоже интересная часть человеческой жизни, и о ней не стоит забывать. То есть я что хотел сказать, что это испуг не только по поводу того, что что-то плохо, но и, может быть, по поводу того, что кажется слишком хорошим. Вот я о чем хотел сказать. Потом, что там произошло у этой девушки, я, признаться, не помню, много лет прошло. Но выяснить это вполне можно, если знать, о чем говорить. Могут ли близкие выводить на этот разговор, ну, я не знаю, если мы говорили о девочке-подростке, ее родители могут ли начать говорить про ее сердечные дела и пытаться как-то раскрутить на вербализацию переживания? Опыт показывает, что обычно родители знают о сердечных, до некоторой степени знают о сердечных делах своих детей, по крайней мере, в том виде, в котором иногда очень хорошо осведомлены. Но просто тоже связи не видят. Или не видят. Ведь тут интересная история связи. Что значит не видеть связь? Это как будто она есть, но человек слеп к ней. А еще, может быть, мы тоже с вами об этом говорили, еще бывает так, что эту связь надо наладить. Ее надо провести от одного к другому, то есть помочь. Задавая вопросы, рассуждая, предлагая какие-то интерпретации, да, помочь эту связь наладить и посмотреть, как эти связанные, ну, посмотреть в кавычках, естественно, да, как эти элементы системы, да, участники системы начинают взаимодействовать при вот этой налаженной связи. Устраивает это или не устраивает? Ну, так вот я, может быть, немножко афористично отвечаю. Вот, да, иногда родители вполне хорошо ориентированы, но худоба ребенка, естественно, беспокоит их больше, чем сердце. И ее нечастная любовь. Да, потому что худоба угрожает жизни, естественно, очень часто. Алексей, вот случилось, да, девочка подросток, не знаю, молодая женщина, вот выбрала такой путь, перестать есть, походила к психотерапевту, вылечилась. Насколько велик риск в следующей какой-то трудной жизненной ситуации вернуться опять к такому поведению? Вот у вас большой опыт, большая практика, как это происходит? Или вот один раз проработали, и все, тогда больше вот этих вопросов с питанием, со снижением веса не возникает? Или тоже по-разному? Мне хочется дать два ответа, один менее тревожный. Он заключается в том, что для человека свойственны, все об этом знают, свойственны какие-то реакции, если они один раз были организованы, это как некая тропинка, которая в лесу до конца все-таки не зарастает. Есть ответ менее тревожный, более тревожный, наверное, в соответствии с вашим вопросом, что заранее это предсказать нельзя. Отреагирует так ли, отреагирует по-другому. И вообще тут вопрос, зачем мне, как носителю возможного этого симптома, стоит это знать? Прагматичные случаи есть. Ну, то есть, зачем я могу это знать? Ну, если я так привычным образом реагирую, если я вдруг начинаю замечать, что я откладываю пищу в течение какого-то времени, для меня это уже является сигналом о том, что вот не надо ждать там месяц, пока я сброшу большое количество килограмм, я уже иду к своему доверенному специалисту, с которым нам удалось достичь успеха, да, пусть временного, да. Этот временный успех может быть несколько лет, десятки лет, да. Человек приходит и говорит, да, у меня что-то такое было, вот, ну, там, 15 лет назад, когда вот было то-то, то-то, то-то. И сейчас вот это вернулось, то есть он помнит. И он пришел раньше, он или она пришла раньше. В этом смысле да. Но этот повтор не всегда есть. Иногда он, я вот сейчас тоже думаю, иногда ведь он может выглядеть совсем по-другому, иногда худеет не сам человек, а его кошелек, например. То есть, ну, 10 лет назад он худел сам, а теперь он живет в каких-то переживаниях, в какой-то ситуации так, что он жалуется уже не на вес, а на то, что его кошелек все время пустой. Ну, ему не хватает, ему или ей не хватает денег, да, зарплаты, да, приходится там что-то как-то перебиваться, как-то себя ограничивать. И вот эта вот тема ограничений, да, или он ограничивает себя эмоционально. То есть, можно посмотреть и увидеть, может быть, ту же самую стратегию, но в чем-то другом, не обязательно в отношении к собственному телу. — Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Мне было интересно, надеюсь, нашим телезрителям тоже. Мы охватили эту тему или в следующей программе продолжим? Прям очень кратко и прощаемся. — Ну, может быть, нам телезрители в следующий раз вначале скажут, охватили или нет, а в следующий раз посмотрим, с чего-то начнем другого. — Спасибо, Алексей. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. До свидания. — До свидания.